Приветствую вас на канале Мир Коллекционера. С вами Ярко Коинс и сегодня мы поговорим о самой дорогой, самой, пожалуй, одной из самых редких монет Украины 2 копейки 1992 года. Именно эта монета 2 копейки 1992 года, как ее называют с узким венком, стоит сейчас порядка 56 тысяч гривен. Оценки разные. Некоторые оценивают эту монету от 45 до 56 тысяч гривен, но я рискну предположить, что если такую монету выставят на интернет-аукцион Виолити или любой другой интернет-аукцион в 2020 или же в 2021 году, то рекорд 56 тысяч гривен будет побит. Так как уникальные монеты Украины из редких сейчас все дороже и дороже. Ну, по крайней мере, цена этих монет в гривнах растет. В долларах эта история, скажем так, другая. В чем же редкость монеты 2 копейки 1992 года? Что это за монета, откуда она родом и почему она такая дорогая? Значит, 2 копейки 1992 года с узким венком относятся к монетам пробного тиража. Эта пробная монета изготовлена на Луганском монетном дворе и алюминиевые 2 копейки для нумизматов крайне важны. Почему они стоят такую высокую цену? Дело в том, что монета эта одна из самых первых. И по информации из книги Люлько, Луганский станкостроительный завод, в 1992 году эти 2 монеты отчеканены с узким венком, как одна из самых первых пробных монет первого монетного двора Украины. Тираж, если верить информации из книги Люлько, составляет всего 20-30 штук. В каталоге Коломейца данная разновидность отмечена как штамп 1 ГА. Но давайте рассмотрим эту монету более детально, так как монет оригинальных очень мало, но очень много сейчас подделок под эту редкую монету 2 копейки 1992 года. Эта монета имеет ряд характерных особенностей, которые как раз присутствуют на первых монетах, отчеканенных на Луганском станкостроительном заводе. Значит, то, что венок удален от канта, этому тоже есть довольно-таки интересное объяснение этому самому явлению. Значит, как вспоминает гравер Луганского станкостроительного завода Митина, диаметр 2 копеечной монеты и диаметр 10 копеечной монеты отличался весьма незначительно. И казалось, что одинаковые по размеру монеты инструмент был для 2 копеек, выполнен точно так же, как и для монеты 10 копеек. Но позже выяснилось, что заготовки на 2 копеечную монету диаметром будут больше. И был проточен буртик по размеру этой монеты. Вот так и получилось, что монета 2 копейки получилась вот с таким вот уменьшенным венком. Позже эту ошибку исправили. И на свет появилось 2 копейки 1992 года уже с правильным венком, который предближен к буртику монет. Ну вот, на ваших экранах сейчас я обозначил характерные особенности монеты 2 копейки. Значит, на что нужно обращать внимание, кроме удаленности самого венка? Всегда нужно смотреть на ягоды калины. В этом самом штампе все эти ягоды калины из-за низкого качества режущего инструмента, которым резали пробные штемпели для этой монеты 2 копейки 1992 года. Инструмент был ужасного качества, практики и навыков было... Да, они просто-напросто отсутствовали. Поэтому все ягодки калины практически во всех гроздях имеют очень низкое качество рисунка. То есть, они слипшиеся, слипшиеся практически воедино. Это характерная особенность. Также, что аверс 2 копеек 1992 года, что реверс 2 копеек 1992 года, весьма характерен такой вот интересный рельеф этого самого изображения. Это также погрешности именно инструмента, которым вырезали штемпель. То есть, сама поверхность рыхлая, такая неровная, можно так сказать, бугристая. Также рекомендую всегда обращать внимание на аверс монеты. Там, где герб государства, надпись «Страна Украина» и сам год 1992 год. Я обвел в правом нижнем углу вот такой вот наплыв, брак, выкрашка. Можно так еще раз сказать, может быть. Более правильно это наплыв. Это как раз вот такой вот буртик. Буртик это как раз и свидетельство того, что монета это действительно родом из Луганска. Так как штемпель 2 копеек 1992 года, как раз в правой нижней части аверса монеты, был разрушен или начал разрушаться. То есть, следы погрешности. Ошибка, ошибка. Ну, такая штемпель с браком, можно так сказать. И вот этот самый наплыв как раз должен быть на оригинальной монете. На всех оригинальных монетах. Сколько их там, 20 или 30 монет. На копиях монет, которых появилось довольно-таки много, этот дефект не отображен. Хотя я думаю, что вполне возможно, что скоро появятся и копии монеты с таким вот браком. Так как и его сделать в принципе не столь тяжело. Значит, китайцы научились подделывать монеты Украины довольно-таки хорошего качества. И не только литьем, как раньше появлялись эти монеты 2 копейки 1992 года. Закос под редкую разновидность. Литые монеты. То сейчас китайцы начали делать эти монеты штамповкой. Но все детали, которые характерны со всеми погрешностями, покуда я не видел. Причем китайцы сделали оснастку, сделали штемпель и эту монету чеканят. Как с алюминия, так и с других металлов в штемпельном качестве. То есть чеканкой. Но покуда качество подделок хоть и высокое, но все же ряд моментов позволяют с легкостью определить. Китайскую работу от монеты родом из Луганского станкостроительного завода. Который и выполнил роль первого монетного двора. Значит по оценкам на сегодняшний день. Я так думаю, что монета эта имеет все предпосылки к росту стоимости монеты. По крайней мере в гривне. Такие монеты с этим рисунком также выполнялись из алюминия. Можно встретить такие монеты 2 копейки 1992 года. В немагнитной или же магнитной стали. Так как проба была не только в алюминии. 2 копейки 1992 года выпускались на станкостроительном заводе. В никелевом сплаве, в меде. Ну а самая дешевая монета считается, что из алюминия. Но по крайней мере в 2017 году один из проходов продаж, успешных продаж на аукционе. А точнее это был форум ИТК. Такая монета 2 копейки из немагнитной стали. Продана была за 1100 долларов. Но это был далекий 2017 год. Я думаю, что с тех времен поменялось уже очень много. Много воды в Днепре утекло. И последние месяца мы видим, что монеты Украины, особенно пробных редких выпусков, которых не так много, пошли в рост. Ставьте лайк, если вам был интересен данный видеообзор. Подпишитесь на канал. В скорости мы расскажем о других редких, дорогих и ценных монет Украины. И научим вас быстро и легко распознавать редкие, ценные, дорогие монеты Украины от стандартных, неценных монет. С вами был Ярко Коинс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»